Кроме нерасследованного убийства Павла Шеремета, по сей день не раскрыто резонансное убийство экс-депутата Куздумы Дениса Вороненкова. Его, напомню, расстреляли в центре Киева в марте этого года. До сих пор на скамье подсудимых нет и виновников трагедии в Княжичах, когда в декабре прошлого года при попытке задержания банды грабителей погибли пятеро полицейских. И это далеко не весь послужной список поражений и блюстителей порядка. Подробнее в нашем сюжете. Ни один из предыдущих руководителей МВД не раздавал столько обнадеживающих обещаний реореганизовать ведомство, как Арсен Аваков. Однако его подчиненные продолжали не только крышевать бизнес, но и закрывать за деньги уголовные дела, выстраивать коррупционные схемы, кошмарить предпринимателей и всячески нарушать законы. После так называемой реформы полиции только по официальной статистике количество копов, задержанных за взятки, значительно возросло. Только в прошлом году цифра увеличилась в полтора раза до двухсот коррупционеров. Но парадокс. Количество наказанных при этом уменьшилось в три раза. Всего 15 человек. Впрочем, не коррупции единой. Новая полиция довольно быстро обросла громкими скандалами. Так, еще в первые месяцы после запуска патрулей, копы начали массово разбивать свои новые гибридные Toyota Prius. Только за первый год работы они стали участниками порядка 600 ДТП, среди которых были со смертельным исходом. Огромным скандалом, расколовшим общество, стало убийство пассажира BMW, водитель которого устроил ночные гонки с полицией в феврале прошлого года. Информация о пьяных за рулем полицейских или же задержанных на взятках появляется в СМИ еженедельно. В то же время, сколько новых копов уже уволили из нацполиции, в МВД умалчивают. Зато постоянно твердят о том, что уровень преступности официально снизился и награждают новыми званиями и должностями людей, замешанных в различных скандалах.